Эти многоквартирные дома на улице Силикатной похожи как близнецы. И дворы перед ними тоже одинаковые, вытянутые и зауженные. Территорий для всех нужд жителей не так много. Например, 49-й дом, корпус 2. Ему ровно 20 лет, парковаться здесь негде. Все детские спортивные площадки тоже давно устарели. В хорошем состоянии только полисадники под окнами. Поэтому проект по реконструкции двора представляет большой интерес для жителей. Здесь остается плитка. Здесь плитка. Там у нас меняют бордюрный камень и вот асфальт. Потому что лучше нашей плитки ничего нет, она крупная. Обсуждение на выездной депутатской комиссии начинается с вопроса об интересах детей. Их здесь много и они невольно присутствуют при взрослом разговоре. На чем больше всего любят играть? На горке. На горке. То есть горка нам нужна в первую очередь, особенно зимой. Я думаю, что будет учтено. Вопрос сразу к нашим самым опытным жителям. Количество лавочек устраивает? Да. Ой, лучше бы снести эти лавочки. Не надо. Вопрос не риторический. Он встает при каждом обсуждении в каждом дворе. И долго остается в центре внимания. Мы всегда делимся пополам. Одни говорят, добавьте нам лавочки, а вторые ровно говорят, не туда. А это уже вопрос согласования самих жителей. Правда, времени на это остается немного. В начале февраля все детали проекта должны быть утверждены, чтобы воплотить интересы всех жителей дома. Мы рассчитываем, что наша площадка приобретет новый вид, который станет более современным, который позволит расширить зону отдыха для людей, как пожилого, так и детского возраста, где можно будет почитать, комфортно провести время в летний период. У нас будет зона качели, чего сейчас у нас нет. Будут добавлены тренажеры. И будет новый современный детский городок. Согласованы и оптимальные сроки строительных работ во дворе, чтобы доставить наименьшие неудобства жителям во время летних отпусков. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый, Мытичинский.